Здравствуйте, дорогие восьмиклассники! Мы с вами продолжаем говорить о простом предложении. Итак, тема нашего сегодняшнего урока – односоставные предложения. И конкретно сегодня мы познакомимся с одним из видов односоставных предложений определенно личные предложения. Рассмотрим с вами несколько предложений. Ты слушаешь музыку и забываешь обо всем. Определим грамматическую основу этого предложения. Ты слушаешь и забываешь. В этом предложении, ребята, у нас есть, как вы видите, два однородных сказуемых. Грамматическая основа этого предложения выражена двумя членами – подлежащим и сказуемым. В этом предложении, как я уже сказала, даже два сказуемых. Если мы покажем схематически, то у нас получится такая вот схема. Мы можем взять однородные члены в кружок и показать, что это однородные члены в схеме. В праздничный вечер девушки подслушивают у чужих дверей и гадают. Девушки подслушивают и гадают. Одинаковые два предложения, в которых есть и подлежащие, и два однородных сказуемых. Такие предложения, ребята, называются двусоставными. Если мы еще раз обратим внимание на строение основы, то есть на состав грамматической основы, то заметим, что мы сделали, что в этом предложении есть оба главных члена. И в первом, и во втором предложении есть подлежащее и есть сказуемое. И таким образом это предложение мы будем называть двусоставным, так как строение основы здесь оба главных члена допускает. Мне нравилось разбивать лед, доставать эти замесшие листья и приносить их домой. Обратите внимание на то, что в этом предложении нет подлежащего. Есть сказуемое нравилось. Здесь говорится о том, что действие происходит само по себе. Нет действующего лица, то есть исполнителя этого действия. Нравилось, но мы видим, что это составное, глагольное, сказуемое. Нравилось доставать, разбивать и приносить. Обратите внимание, здесь уже схему этого предложения мы можем показать вот так. Разбивать, доставать и приносить. И опять-таки мы можем выделить однородные члены предложения. Единственное, чего нет в этом предложении, нет подлежащего. И, наконец, предложение «Спешу поделиться радостью». Как вы видите, здесь тоже нет подлежащего. «Спешу поделиться» — это грамматическая основа, то есть сказуемое в этом предложении. Оно составное, глагольное, как вы видите. И здесь нет подлежащего. Схему мы можем показать только схему грамматической основы только сказуемым. И здесь еще есть у нас дополнение «радостью». Мы можем его тоже показать схеме, но мы видим по схеме и этого, и другого предложения, что здесь нет подлежащего. Грамматическая основа предложений состоит только из одного главного члена, в частности, из сказуемого. Итак, ребята, мы с вами уже можем определиться, мы можем сказать, что простые предложения по строению грамматической основы бывают двусоставными. Мы это видели в первых предложениях, где есть оба главных члена и подлежащие, и сказуемое. Привычные нам предложения. И состав грамматической основы по составу предложения могут быть и односоставными, которые включают только один главный член. Или сказуемое, или подлежащее. Так вот, ребята, односоставные предложения с одним главным членом сказуемым делятся, в свою очередь, еще на несколько групп. Это определенно личные предложения, это неопределенно личные предложения, это обобщенно личные предложения, и, наконец, безличные предложения. А вот предложения с одним главным членом подлежащим называются назывными. Здесь только одна группа предложений. Итак, рассмотрим, чем же может выражаться сказуемое в односоставных определенно личных предложениях. Выделим грамматическую основу в этих предложениях. Вдруг слышу крик и конский топот. Как вы видите, здесь нет подлежащего, мы уже сказали, мы говорим об односоставных предложениях. Слышу. Как мы видим, здесь нет подлежащего, ребята, и глагол сказуемое стоит в какой-то форме. Выясним, в какой же форме стоит глагол в этом предложении. Слышу. Как вы видите, это форма настоящего времени. Глагол, конечно же, стоит в изъявительном наклонении в форме первого лица единственного числа. Ребята, по грамматической форме глагола нам уже понятно, о ком идет речь. Речь идет обо мне. Вдруг я слышу, то есть о первом лице, местоимении первого лица. Поэтому мы здесь необходимости в подлежащем, может быть, и нет. Поэтому неважно, есть ли здесь подлежащий или нет, можно прямо по форме глагола сказать, что такое предложение называется определенно личным. Посмотрите, мы с вами смогли определить, в форме какого лица стоит здесь глагол. Или же следующее предложение. Вижу, как перед восходом солнца блестящий опускается на западе месяц. Мы видим, что это предложение сложное, но нам надо определить его одну часть, ту часть, которая является односоставной. Вижу, ребята, это главная часть сложно подчиненного предложения. Опять-таки у нас нет подлежащего, опять-таки глагол стоит в форме настоящего времени, первого лица, единственного числа. И по окончанию глагола, по личному окончанию глагола, мы, как уже было сказано, определяем его лицо. Выходим завтра в море. Выходим. Здесь уже сказуемый глагол стоит тоже в форме. Запишем. Первое лицо, множественное число. Мы выходим. Расскажешь о случившемся дома. Здесь уже сказуемое, как вы видите, стоит в форме второго лица, единственного числа. По окончанию глагола мы определяем лицо глагола. И расскажешь. Уже здесь мы видим, что глагол стоит в форме будущего времени. И останьтесь еще на один день. Сказуемое глагол «останьтесь» стоит в форме повелительного наклонения, в форме второго лица, множественного числа. Здесь мы запишем повелительное наклонение. Итак, ребята, сказуемое глагол может стоять в форме первого лица, единственного и множественного числа, а также в форме второго лица, единственного и множественного числа. И есть еще один случай, когда глагол стоит в форме повелительного наклонения. Глагол в форме повелительного наклонения тоже имеет форму второго лица, как единственного, так и множественного числа. Останьтесь еще на один день или останься еще на один день. Итак, Итак, мы говорим, что предложения называются определенно личными, так как по личному окончанию глагола мы можем определить его лицо. Итак, еще раз закрепим полученные знания. Чем же выражается сказуемое в односоставных определенно личных предложениях? Как мы уже сказали, формой первого лица единственного и множественного числа настоящего и будущего времени глаголов в изъявительном наклонении? Например, «люблю грозу» в начале мая. Или же второе лицо единственного и множественного числа опять-таки настоящего и будущего времени изъявительного наклонения. «Пойдешь на задание 1». И формы повелительного наклонения опять-таки выражены, стоящие во втором лице единственного или множественного числа. А сейчас, ребята, мы выполним с вами задание и определим, кто же является действующим лицом в определенно личных предложениях, то есть какое лицо выполняет это действие. И ответим на вопрос, близки ли эти предложения по значению с двусоставными. Итак, надевайте же коньки и давайте кататься вместе. Надевайте и давайте кататься. Оба глагола стоят в форме повелительного наклонения во множественном числе. И здесь уже мы можем сказать, что можно вставить подлежащее. Вы надевайте и давайте кататься. Подлежащее здесь может быть выраженным местоимением личным вы второго лица. Близки ли эти предложения по значению с двусоставными, спрашивайте, ребята. В этих предложениях подлежащее не так обязательно, потому что вы видите, что нет необходимости в подлежащем, так как уже форма глагола нам указывает на производителя этого действия. Стою один среди равнины голой. Стою. Мы можем точно сказать, что здесь я стою. Итак, ребята, окончание глагола «ю» говорит о том, что этот глагол стоит в форме первого лица единственного числа. И опять-таки, как мы уже сказали, необходимость в подлежащем здесь уже отпадает. «Дай Джим на счастье лапу мне». Опять-таки в этом предложении нет подлежащего. «Джим» — это обращение, вы знаете. Обращение не является членом предложения. Тогда у нас сказуемое будет только «дай». И опять «ты дай» — форма второго лица глагола повелительного наклонения. «Люблю все больше, все нежнее и проще, и не свищу, как соловей в зеленой роще». «Люблю» — опять-таки «я» — форма первого лица настоящего времени. Глагол стоит в единственном числе. «Не свищу» — это определённые личные предложения. И «не поклоняемся царям» — и «не должны». «Не поклоняемся» — здесь уже форма глагола первого лица множественного числа настоящего времени, и всё это определённые личные предложения. Можно сказать, что эти предложения по составу, конечно же, отличаются от двусоставных, но по значению они близки, потому что наличие подлежащего здесь уже само собой разумеется. Итак, ребята, сегодня мы с вами познакомились с односоставными предложениями, конкретно говорили об определённых личных предложениях и о способах выражения глагола в этих предложениях. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие восьмиклассники! Сегодняшняя тема нашего урока — рациональные уравнения. Ребята, если обе части уравнения являются рациональными выражениями, то такое равенство, точнее такое уравнение, называется рациональным уравнением. Рациональные уравнения, ребята, бывают двух видов. Это целые рациональные уравнения и дробные рациональные уравнения. Обратите внимание на примеры. В данном столбике указаны примеры целых рациональных уравнений. Обратите внимание, что у этих уравнений либо нет знаменателя, либо же, если он есть, то в качестве знаменателя выступает целое число, либо целое выражение. Однако в дробно-рациональных уравнениях, ребята, в знаменатель данного уравнения всегда присутствует какая-то переменная. Обратите внимание, здесь 5 плюс х, здесь х плюс 2, здесь 4х. Рассмотрим данные уравнения и давайте определим, какие уравнения у нас целые рациональные, а какие дробно-рациональные уравнения. Обратите внимание, пожалуйста, на первый пример. В данном случае у нас в знаменателе присутствует х, то есть есть неизвестное. Мы можем сказать, что это у нас уравнение дробно-рациональное. В этом уравнении у нас в знаменателе постоянная величина, то есть целое число, значит, это целое рациональное уравнение, ребята. Обратите внимание на следующее уравнение. Здесь у нас также в знаменателе есть переменная, значит, мы утверждаем, что это дробно-рациональное уравнение. А в последнем уравнении, ребята, у нас в знаменателе выступают числа, значит, это целое рациональное уравнение. Рассмотрим, ребята, алгоритм решения дробно-рациональных уравнений. Внимание на доску. Вначале нужно найти наименьший общий знаменатель дробей, входящих в данное уравнение. Затем умножить обе части уравнения на этот общий знаменатель. Это делается для того, чтобы получить, ребята, целое уравнение. Затем нужно решить полученное целое уравнение. В конце, ребята, обязательно нужно исключить корни, обращающие каждый знаменатель в ноль. Или же, по-другому сказать, найти область допустимых значений переменных в знаменателях данных дробей. Рассмотрим вот это целое уравнение, ребята. Найдем общий знаменатель данного уравнения. Как вы понимаете, 2, 3 и 6 – общий знаменатель, наименьший общий знаменатель данного уравнения 6. Умножим обе части нашего уравнения на число 6. Умножаем каждое слагаемое на 6. Здесь при умножении 2 и 6 сокращаются. Получается в знаменателе 1 числители 3. В данном случае 3 и 6 сокращаются на 3 в знаменателе 1 числители 2. Здесь 6 и 6 сокращаются, получается 1. То есть, в первом случае мы 3 умножаем на х-1, затем плюс 4 умножаем на х, и все это равно 5х, ребята. Раскрываем скобки в полученном уравнении. Получаем, что 3х-3 плюс 4х равно 5х. Затем приводим подобные слагаемые, то есть переносим известные в одну часть нашего уравнения, а неизвестные в другую. Получаем 3х плюс 4х минус 5х равно 3. При переносе вы знаете, что числа за знак равно, знак его меняется. Получается, ребята, у нас 2х равно 3. Чтобы определить х, вы просто 3 делите на 2, получаете 1,5. Уравнение решено. Так как, ребята, данное уравнение – это целое рациональное уравнение, то в данном уравнении нам нет необходимости исключать какие-либо корни, так как в знаменателе у нас целые. Решим данное дробно-рациональное уравнение. Внимание на доску, ребята. Обратите внимание, у первой дроби знаменатель х-5, у второй дроби знаменатель х, у последней дроби знаменатель х, умноженное на х-5. Общий знаменатель, ребята, для этих дробей будет x умноженное на x минус 5. Умножим обе части равенства на x, умноженное на x минус 5. Если мы умножим первую дробь на общий знаменатель, ребята, у нас x минус 5 сократится и останется просто x, умноженное на x минус 3. Плюс, если вторую дробь мы умножим на общий знаменатель, у нас сократятся x и останется x минус 5, поэтому единицу вы умножаете на x минус 5. А при умножении последней дроби на общий знаменатель, ребята, в знаменателе у вас получается единица, то есть знаменатель полностью сокращается, и получается просто х плюс 5. Раскроем скобки, ребята, и приведем подобные слагаемые. Значит, получается у нас х умножить на х – это х квадрат, х умножить на минус 3 – это минус 3х, плюс х минус 5 равняется х плюс 5. Перенесем все данные в левую часть нашего уравнения и получим, ребята, такое квадратное уравнение. х квадрат минус 3х минус 10 равно 0. Можно решить данное квадратное уравнение, найти дискриминант и найти корни данного уравнения. Дискриминант вычисляется по формуле b квадрат минус 4ac. Подставляйте свои значения в данное вычисление. Находим, что дискриминант равен 49. Далее находим корни, ребята. Первый корень – это b плюс под корнем d, деленное на 2а, а второй корень – 3 минус d, деленное на 2а. В данном случае уравнение у нас приведенное, поэтому просто делится на 2. И мы нашли корни, ребята, 5 и минус 2. Также надо сказать, что данное уравнение было приведено квадратным уравнением, ребята. Мы могли бы найти это просто по формуле Вилета. То есть понимаем, что произведение корней у нас минус 10, а сумма корней у нас должна быть равна 3. Теперь обязательно нужно проверить, ребята, есть ли у нас тут посторонние корни. В данном случае, конечно же, обратите внимание, если я в знаменатель подставлю вместо х 5, то мой знаменатель обратится в 0, а мы этого допустить не можем, потому что на 0 делить нельзя. Поэтому мы исключаем корень х, равное 5. Это у нас посторонний корень. Поэтому в качестве корня, ребята, мы возьмем ответ минус 2. То есть область допустимых значений 5 не входила, поэтому ответ минус 2. Рассмотрим еще одно дробно-рациональное уравнение, ребята. Обратите внимание на ваши знаменатели. Данные знаменатели было бы удобно разложить, а потом найти общий знаменатель. Посмотрите, ребята, х квадрат минус 4 – это у нас разность квадратов, поэтому мы разлагаем это по формуле. Минус у второго знаменателя, ребята, мы можем вынести за скобку х, и получится у нас х, умноженное на х минус 2. Также и у последнего знаменателя можно вынести за скобку х, и у нас получается х, умноженное на х плюс 2. Далее обратите внимание, какой здесь может быть общий знаменатель. Ребята, в каждом из наших выражений присутствует хотя бы одно слагаемое, либо х минус 2, либо х плюс 2. И поэтому, ребята, наш общий знаменатель будет х минус 2, умноженное на х плюс 2, да еще это все умноженное на х, потому что у второго и у последнего знаменателя присутствуют знаменатели х. Значит, умножаем обе части нашего уравнения на х, умноженное х минус 2 и х плюс 2. В первом случае, если мы первую дробь умножим на общий знаменатель, у нас сократятся знаменатели, и в числителе останется просто х. Значит, поэтому запишем 2х минус. Если мы вторую дробь умножим на общий знаменатель, ребята, у нас останется в числителе х плюс 2, поэтому минус 1 мы умножаем на х плюс 2. Равняется, и если мы последнюю дробь, ребята, умножим на общий знаменатель, у нас в числителе останется х минус 2, поэтому 4 минус х мы умножаем на х минус 2. Далее раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые. Вот мы раскрыли скобки, так как перед скобкой стоял знак минус. Знаки внутри скобках, посмотрите, поменялись на противоположные. Это равняется, умножаем, 4 умножаем на х, затем на 2, 4х минус 8, потом минус х умножаем на х и на минус 2, получается минус х квадрат плюс 2х. Переводим все слагаемые в одну часть нашего уравнения. После приведения подобных слагаемых мы получаем квадратное уравнение. Мы получили с вами опять приведенное квадратное уравнение. Корни, ребята, этого уравнения мы можем вычислить по теореме Виета. В данном случае произведение корней нам должно дать число 6, а сумма корней нам должно дать 5. Поэтому наши корни 2, 3. Но опять на этом моменте мы останавливаемся и задумываемся, каждый ли из этих корней подходит нашему уравнению? Конечно же нет, ребята. Обратите внимание, если мы вместо х подставим 2, х квадрат, то есть 2 в квадрате это 4, 4 минус 4, 0. Мы не можем допустить, чтобы в знаменателе у нас оказался 0, поэтому корень 2, ребята, является посторонним корнем. Здесь это подробно описано, что если х равно 3, наш знаменатель отличен от 0, но если х равно 2, то наш знаменатель равен 0. Поэтому наш ответ, ребята, 3. Уравнение решено. Решим следующее уравнение, ребята, применяя свойства пропорции. Как вы видите, у нас равенство состоит из двух отношений. А вы знаете, что равенство двух отношений – это пропорция. Решаем данное уравнение, применяя основное свойство пропорции, а именно, мы с вами знаем, что произведение крайних членов равно произведению средних членов. Применяем это свойство. В данном случае 2х умножаете на х плюс 2, а 3 умножаете на 4х плюс х квадрат. Раскроем скобки, приведем подобные слагаемые. В итоге получаем 2х2 плюс 4х равно 12х плюс 3х2, ребята. Перенесем все слагаемые в одну часть нашего уравнения и получаем неполное квадратное уравнение. х2 плюс 8х равно 0. Здесь, чтобы решить это уравнение, удобнее было бы вынести х за скобку, выносите х за скобку, получаете х, умноженное на х плюс 8, равно 0. В данном случае, ребята, у нас получается 2 корня. Это получается 0 и минус 8. Однако мы опять-таки проверяем эти корни. Если обратимся к уравнению, ребята, мы с вами видим, что область допустимых значений здесь все числа, кроме минуса 2. Поэтому мы записали, что х не равен минусу 2. Но наши корни оказались отличными от минуса 2. Корень 0 и минус 8, поэтому оба корня являются решением данного уравнения. Уравнение решено, ребята. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. Не забывайте выполнять оставшиеся задания по учебнику. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие ребятки. Мы сегодня с вами будем изучать применение внутренней энергии. То есть мы с вами знаем, что внутренняя энергия – это сумма потенциальной и кинетической энергии, молекул, из которых состоит тело. Так вот, для того, чтобы можно было использовать внутреннюю энергию, нам с вами надо познакомиться с одним очень важным моментом. В данном случае мы будем с вами говорить о воде. Вода, нагреваясь, она после продолжительного нагрева начинает закипать. Образующийся над ней пар может совершить работу. Он совершает работу. В XVII веке английский ученый Ватт провел следующий эксперимент. Он взял пробирку с наполненную водой. Данную пробирку он плотно закрыл крышкой. После того, как вода в пробирке закипела, через какое-то время крышка с пробирки вылетела. То есть это самый простой способ превращения внутренней энергии в механическую. То есть развитие науки зависит от того, как правильно использовать внутреннюю энергию данного тела, согретого до температуры кипения. Что произошло? Произошло то, что вода в момент кипения на дне образовался пар. Вот этот самый пар совершил данную механическую работу. На сегодняшний день мы с вами знаем, что есть часть тепловых двигателей, определенных тепловых двигателей, которые за счет увеличения внутренней энергии совершают механическую работу. То есть превращают внутреннюю энергию газа в механическую работу. Эти двигатели мы называем паровыми двигателями или тепловыми двигателями. Тепловые двигатели имеют следующие основные характеристики. То есть следующие двигатели. Первое – паровая машина. Второе – двигатель внутреннего сгорания. Паровая и газовая турбина, а также реактивный двигатель. Что происходит в данных двигателях? В первом случае, если я говорю паровая, значит, я использую пар, который происходит при нагревании воды. Мы с вами знаем, что процесс кипения сопровождается парообразованием. То есть вода превращается, жидкость превращается в газообразное состояние двумя путями. Первый путь – это испарение. Он происходит при произвольной температуре, значит, только с поверхности жидкости. А если я говорю уже о кипении, кипение сопровождается парообразованием, и происходит испарение со всех слоев жидкости. Так вот, когда при очень высокой температуре, свыше 100 градусов, над водой образуется пар, и если его куда-то целенаправленно направить, он будет совершать работу, то есть превращать в движение. Вот это и лежит в принципе работы паровых двигателей. Поэтому отсюда и пришло в наш язык такие понятия, как пароход, паровоз и так далее. То есть там происходит определенное превращение одного вида энергии, то есть тепловой энергии, в механическую. Откуда я получаю тепловую энергию? Естественно, за счет количества теплоты, которую мы получаем при сгорании топлива. Вот это кю, который я получаю от сгорания какого-либо топлива, оно полностью превращается в количество теплоты, необходимое для того, чтобы превратить данную жидкость в пар. Как мы уже и говорили с вами, ребятки, что можно сделать? В свое время ученые сделали следующее. Они взяли место пробирки, конечно, стеклянной пробирки, использовали металлическую емкость. Эту емкость плотно закрыли определенной нагревающей крышкой. После того, как происходил процесс кипения, через трубочку выходил определенный рабочий пар, и он совершал движение. Смотрите, давайте на примере решения задачи посмотрим, как же получается, какое количество необходимо для того, чтобы данная жидкость начала работать как паровая турбина. У нас вода массой 2 кг, взятая при температуре 20 градусов по Цельсию, надо ее вскипятить, то есть превратить в пар. Для этого полностью испарить, для того, чтобы знать, какое количество энергии в данном случае у нас выделится. Обратите внимание, я говорю о воде, а масса у меня записана в килограммах. Как мы уже с вами говорили, единственное вещество, которое можно приравнивать, то есть его объем в литрах, приравнивать к массе в килограммах – вода. Почему? Потому что при произведении плотности на объем мы получаем опять же ту же самую величину. Почему? Потому что плотность воды равна 1000 кг на кубический метр. Вот это просто обратило ваше внимание. Так вот, значит, мне нужно вначале воду нагреть с 20 до 100 градусов. Значит, я использую формулу Q равно CMT2 минус T1. Далее, она у меня уже закипает, у нее 100 градусов. Дальше температура воды 100, а мы с вами знаем, что парообразование происходит в жидкости при температуре кипения. Значит, я спокойно могу написать формулу плюс L умноженное на M. Подставляю данные значения, производя определенные действия, а какие именно. Значит, я здесь сокращаю килограмм-килограмм, градус Цельсия-градус Цельсия. Здесь же я сокращаю только килограмм с килограммом. Значит, и справа, и с левой стороны у меня находятся Джоули. Значит, задача решается правильно. Произведя математические действия, я получаю, что всего лишь для того, чтобы нагреть 2 килограмма воды, всего лишь на 80 градусов Цельсия, мне понадобится 5,3 кило Джоули энергии. Это достаточно большая энергия. Так вот, ребятки, при взаимодействии с окружающей ночи с миром, мы получаем с вами следующее. То есть у нас паровая турбина, паровой двигатель, ведет себя как производство, он производит механическую энергию за счет пара, работы пара. То есть вода закипела, произвела пар при данной температуре, и вот он совершает работу. Так, давайте посмотрим, из чего же состоит паровая турбина. Принцип действия мы с вами ее поняли. Теперь посмотрим, из каких основных частей деталей состоит паровая турбина. Основная ее деталь – это вал. Значит, на вал надет специальный такой диск, на котором имеются лопасти. Далее сам диск. Далее после диска у нас идет сопло, то есть то место, где образуется пар, где он может выйти. Дальше нагреватель. Естественно, основная часть, где вода подогревается и превращается в пар. Далее паровой котел, то есть образующийся пар поступает в паровой котел. Откуда? По данной трубе. Также восьмая – конденсатор. Что такое конденсатор? Это емкость, в которой обратно пар конденсируется в жидкость. Мы с вами знаем, что конденсация – это процесс обратный испарению или парообразованию. То есть если жидкость превращается в пар, то это значит парообразование. Обратно из жидкости, из газа в жидкость – это у нас будет с вами конденсатор. То есть в конденсаторе у нас конденсация. В конденсаторе у нас значит конденсируется данный пар. Далее насос, который перекачивает данный пар в определенном направлении. Так вот, принцип действия какой? В нагревателе у нас нагревается определенный объем воды. Вода закипает, на дне образуется пар при очень высокой температуре, обладающий очень большой внутренней энергией. Вот эта внутренняя энергия мы превращаем при помощи основных частей парового турбина, паровой машины, мы превращаем ее в механическую работу. То есть движение. Это может быть пароход, паровоз, это могут быть определенные какие-то электростанции, тепловые электростанции. Там тоже принцип действия основан на работе пара. Так вот, мы с вами знаем, что любой двигатель имеет присущий ему коэффициент полезного действия, как мы говорим КПД. КПД указывает, какую часть из полученной энергии он тратит на полезную работу. То есть для чего он создан. Мы с вами знаем, что в современном мире большое количество всевозможных двигателей. И производители стараются как можно увеличить, как можно больше дать ему КПД. Но у нас с вами в природе существует сила трения, сила сопротивления воздуха. Поэтому для некоторых двигателей, например, КПД больше 60% подняться не может. Но этим занимаются гидро- и аэродинамика. То есть это физики, которые занимаются конкретно данным разделом. То есть гидро- это вода, то есть уменьшение площади соприкосновения движущегося в воде транспорта. А аэро- это то же самое только для воздуха. То есть мы с вами знаем, что аэродинамические свойства у современных автомобилей таковы, чтобы уменьшить площадь соприкасающейся поверхности автомобиля и потоков воздуха. Так вот, давайте запишем следующую задачу, которая как раз для определения КПД теплового двигателя. Полезная работа, полученная от нагревателя, а мы с вами знаем, что полезная работа – это разность количества теплоты между количеством теплоты, полученной от нагревателя Q1, и Q2, отданной холодильнику. Так вот, самая же полезная работа у нас равна 160 кДж. Значит, Q1, количество теплоты, полученное от нагревателя – 400 кДж. Надо найти КПД. Значит, 160 кДж мы с вами делим на 400, а полученное частное отделение умножаем на 100. То есть я получаю 0,4 умножаем на 140%. КПД тепловых двигателей на сегодняшний день равен 40%. Давайте обратимся к нашему учебнику, посмотрим, в каком параграфе описывается данный двигатель. Итак, данная тема у вас представлена в параграфе 4.2. Здесь в данном параграфе у вас приведен пример, как можно в домашних условиях испытать паровую турбину. Значит, вы можете взять обычный чайник, который находится в каждой квартире на кухне, к нему, к тому месту, где он производит кипение, то есть к его носику, поднести лопасть. Как мы делаем лопасть? Мы берем 3-4 достаточно тонких листочков бумаги или перо птицы, надеваем на металлическую проволоку или же на какой-то дополнительный предмет, или же на пластилин и, устанавливая его на тоненькой проволоке, подносим к кипящему чайнику. В данном случае мы с вами увидим, что работающий пар, то есть пар, образующийся из носика чайника, начинает приводить движение лопасти данного двигателя. В конце данного параграфа у вас имеется задание, то есть надо на них письменно ответить. А какие именно? Что называется паровой турбиной, принцип действия паровой турбины, почему происходит движение того или иного транспортного средства, которое работает на паровой турбине или на паровой машине. На сегодня все. Успехов вам! Увидимся еще! Субтитры создавал DimaTorzok